друзья всем добрый день на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе начнем мы с американского доллара вышли свежие данные по соотчетам и мы видим что за предыдущую торговую неделю фонды сократили свою лонговую позицию да а хеджеры сократили свою шартовую позицию и здесь более интересно то что фонды сокращают свою позицию потому что чаще всего фонды как раз выступают тем драйвером который подпитывает восходящую ну который подпитывает тенденцию в данном случае восходящую они победили они заработали они забирают свою прибыль скорее всего не рассчитывают на то что продолжится какое-то яркое восходящее движение дальше на этой неделе будут выходить данные pmi в сша это данные по деловой активности также выйдет показатель ввп и данные по потребителям инвесторы все больше и больше внимания сейчас обращают именно на эти данные как раз которые связаны с потребителями потому что если последний вот этот рубеж безработица и потребительский спрос они начнут стагнировать начнут снижаться эти данные то тогда очень высокая вероятность стагнации в экономике сша это когда высокая инфляция падает потребительский спрос замедляется экономика мы уже видим замедление экономики потому что в сша pmi индекс ниже 50 до это уже означает что экономика замедляется ввп два квартала подряд замедлялся это также указывает на то что в экономике не все хорошо и вот пока что потребители достаточно сильны безработица на достаточно низких уровнях и это дает возможность для фрс поднимайте дальше процентную ставку но скорее всего в ближайшее время мы уже увидим буксование экономики во всех на всех фронтах таким образом для американского доллара это будет не самым хорошим периодом ведь фрс не сможет дальше поднимать процентную ставку соответственно доходность по облигациям начнет по чуть-чуть снижаться и соответственно спрос на американский доллар также начнет снижаться инвесторы переключат свой фокус внимания на те рынки которые развиваются там получше доходность и соотношение риск прибыль более интересно поэтому по американскому доллару я не рассчитываю на то что продолжится восходящее движение есть все шансы на то что мы просто обновим локальный хай соберем ликвидность и дальше уже покатим вниз европейская валюта продолжил пятницу закрыла достаточно слабо продолжила свое нисходящее движение и здесь паритету осталось вот совсем немного поэтому с большей вероятностью мы как раз этот паритет и пройдем на этой неделе выйдут данные по pmi ожидается снижение ожидается снижение мы уже ниже отметки 50 ниже отметки 50 и ожидается дальнейшее снижение даже в германии которая достаточно активно достаточно крупная экономика в составе еврозоны там тоже все идет на замедление мы получили точнее нет мы еще не получили шорт сигнал по сот индексу но скорее всего он будет у нас с запозданием уже после того как мы как цена обновит локальный минимум до ниже паритета поэтому по европейской валюте я рассчитываю на то что будет хорошая возможность добрать шорт чтобы добрать шорт мы должны увидеть реализацию рыночного спроса который не привел к успеху то есть плюс-минус ту историю которые мы видели в пятницу да здесь как раз от реализации рыночного спроса было это видно по зеленым дельтам и это все не привело к тому что цена выросла вот такую историю стоит использовать для того чтобы работать на продолжение нисходящей истории нисходящей тенденции швейцарский франк по швейцарцу неплохое движение произошло шортовое все супер мы с вами говорили об этом чуть раньше в прошлый понедельник и вот вышли свежие данные по сот отчетам и мы видим что сот индекс снова разошелся к отметкам 0 100 это сделать не очень сложно по швейцарце так как там суммарный открытый интерес достаточно низкий так вот у нас швейцарец хеджеры закрывали свои лонг позиции открывали шорт позиции а фонды закрывали и лонги и шерты здесь особо яркой какой-то активности не было учитывая то что сот индекс разошелся в ближайшее время мы можем получить лонг приоритет я вижу смысл закрыть часть позиции большую часть позиции шертовой по швейцарцу именно вот та спекулятивная идея которая отрабатывалась с прошлого понедельника дальше у нас австралийский доллар по австралийсу пятницу мы говорили о том что при обновлении локального минимума нужно смотреть на реализацию рыночного предложения на лимитные покупки были они или нет и вот в данном случае обновление произошло и мы видим что пытались продавать но лимитные покупатели все это приняли буквально за несколько часов до закрытия торговой сессии в середине дня у нас была реализация рыночного предложения которая привела к успеху так вот видите здесь как раз снижение произошло следующая четырех часовка снижения не произошло ну и закрытие достаточно вялое без особых крупных объемов по сот отчетам мы видим что у нас хеджеры открывали лонги грубо говоря 2000 контрактов и закрывали свой шорт напомню что они в основном свой шорт держат более спекулятивно до хеджируют свои потенциальные риски от снижения цены фонды в свою очередь нарастили и лонги и шорты причем шертов значительно больше неподотчетные закрывали все свои позиции в основном те лонги которые не так давно накапливали по австралийскому доллару я считаю что по австралийцу есть еще смысл поработать в лонг до реализацию рыночного предложения мы увидели в середине сегодня до в середине понедельника мы можем увидеть небольшие еще движения вниз и важно чтобы лимитный покупатель проявил себя чтобы он и дальше поддерживал цену поэтому здесь пока лонг история продолжается это не какое-то там среднесрочное движение нет это спекулятивная история коррекция к падению на прошлой неделе возможно небольшой ступор американского доллара и это как раз поддержит цену на австралиец пока еще достаточно дорогие дорогое сырье по новозеландцу здесь более яркая реакция да здесь мы видим значительный провал ниже предыдущих минимумов закрепление ниже этих минимумов и здесь не было реализации предложения мы видим что здесь были вялые покупки много продавали но значительно больше и покупали в основном продажи пришлись на конец сессии наконец торгового дня и в основном на тех трейдеров которые торгуют количество слабенькая дивергенция достаточно слабенькая поэтому пока по новозеландцу лонг история продолжается но я бы рассчитывал на то что получится взять добрать лонги чуть чуть пониже возможно как раз понедельник у нас и провалится по новозеландцу как раз расходятся позиции фондов и хеджеров и в ближайшее время у нас как раз может появиться расхождение 0100 после чего у нас появится лонг приоритет окей дальше у нас канадский доллар по канадскому доллару провал продолжился до закрепились ниже предыдущего минимума и для меня это полный выход из позиции вот что интересно это позиции фондов на предыдущую неделю они добрали 5000 контрактов лонгов до хеджеры свою очередь немного закрывали лонги неподотчетные трейдеры достаточно агрессивно открыли свой шорт потому что в целом у них суммарно позиция не очень большая и прирост грубо говоря на 10 процентов это существенно пока здесь особых торговых идей нет да здесь ей был смысл подержать чуть чуть пониже до буквально там каких-то несколько десятков пунктов но достаточно большой объем в нижней части свечи сигнализировал о том что мы без проблем можем закрыться в районе отметки 077 и тогда уже у нас полностью перевернется торговая идея пока пока вот так пока без торговых идей по канадскому доллару британский фунт в одном шаге от обновления минимума до вместе с европейской валютой увидим что здесь осталось совсем немного но британец значительно быстрее быстрее сможет сделать это движение по британцу на этой неделе выйдут данные pmi предварительные пока еще в британии он выше отметки 50 но ожидается что он будет по чуть-чуть снижаться поэтому как и во всем мире деловая активность она замедляется по сот отчетам по сот отчетам у нас по британцу хеджеры открыли 7000 контрактов шортов фонды в свою очередь немного нарастили лонг позицию но несущественно и неподотчетные трейдеры закрывали свои шорт позиции фиксировали скорее всего прибыль так как цена значительно снизилась по британцу здесь перспективы достаточно понятно реализация рыночного спроса не привела к тому что цену сильно подняли это все произошло на минимумах я считаю что это как раз и было закрытие шортовых позиций потому что когда вы закрываете short позицию это в основном у нас лонг на рынке вот здесь вариант конечно закрытие short позиции через лимитные ордера и тогда у нас это ну это будет лимитный спрос но в данном случае мы видим прям закрытие по рынку маркет ордерами и таким образом цену чуть-чуть там подняли но несущественно и чаще всего развороты происходит в момент реализации рыночного предложения когда у нас лимитный покупатель это все принимает в данном случае такого не произошло поэтому я считаю что даже если будет небольшая какая-то коррекция то в ближайшее время мы увидим обновление локального минимума по британцу возможно на плохих новостях посмотрим японская иена аналогичная история как и по британскому фунту здесь у нас реализация рыночного спроса особо ни к чему не привела до цену закрыли практически в минимум и мы подошли к самой интересной области области где у нас лимитный покупатель был достаточно агрессивен во-первых удержали цену вот здесь в этом диапазоне мы видим что там и крупная на торговка была и здесь лимитно принимали объемы ну и во вторых вот здесь как раз было тоже касание к этой области также удержали цену и погнали ее повыше поэтому я считаю что на этой неделе есть смысл по японской иеной по японской иене взять long надеюсь на то что там первая половина понедельника вторник цену пустят как раз чуть-чуть пониже чтобы у нас получилось более выгодное соотношение риск прибыль стопики есть смысл прятать вот за этот бар то есть плюс-минус вот это на торговку если пойдем пойдут тестировать эту проторговку с большей вероятностью зацепят и лоу этой свечи поэтому вот здесь поэтому особого смысла ждать нет по японской иене самый лучший самая лучшая ситуация с точки зрения техники давайте посмотрим сот отчеты по сот отчетам фонды сократили свою лонг позицию нарастили short это круто дополнительное топливо для роста хеджеры нарастили лонг позицию причем они наращивали ее я думаю вы видите то что за текущую за предыдущую неделю вот вот в этом диапазоне они наращивали то есть они рассчитывали на то что цена и дальше поднимется вверх здесь как вариант вот от такой спекулятивной позиции потому что с точки зрения техники здесь все круто обновили хай какая-то там трехволновка и так дальше давайте посмотрим как чувствует себя облигации вместе с японской иены пока продолжается снижение и стоимости облигаций и японской иены то есть здесь дополнительных каких-то преимуществ для нас нет рынок криптовалюты скорректировался существенно от локальных максимумов пятницу мы говорили что есть смысл закрывать часть позиции в целом особо ничего сильно не поменялось за выходные и по по рынку крипты short приоритет по сот индексу отрабатывается достаточно неплохо я не вижу особого смысла ставить на то что цену провалят ниже отметки 20000 здесь особых катализаторов для такого движения нет наоборот появляется все больше больше информации что там вот блокроки какие-то покупают для своих клиентов крипту это первое там ожидание миграции подготовка к этой миграции это все вызывает интерес у участников рынка и большинство участников рынка покупает крипту то есть мало кто пытается работать в шорт соответственно вот подойти ожидания цену могут по чуть-чуть подтянуть так как рыночный спрос будет достаточно на высоком уровне и спекулировать в лонг особого смысла здесь не вижу разве что формировать торговую идею на обновление локального максимума шорт сквизы здесь скопилось достаточно много шортовой ликвидности соответственно могут вынести до 27 28 но это низкая вероятность соответственно риска здесь стоит взять прям не очень много и лучше использовать эту историю через опционы так как у нас в это время достаточно сильно цена сильно поменяется ожидания резко будут меняться при обновлении локального максимума и стоимость опционов вместе с волатильностью так дальше стоимость опционов резко вырастет поэтому здесь как вариант использовать эту лонговую историю на небольшой процент капитала с маленьким риском через опционы и это даст хороший возврат типа там один пяти один к шести если сценарий отработается если не отработаться получим маленький риск в целом здесь шортовые истории продолжаются то есть я не рассчитываю на булран но и не рассчитываю на супер падение есть смысл работать как раз вот в этом боковике боковик это верхняя граница я считаю еще не установлен то есть это в районе отметки 27 нижняя граница это у нас район отметки 19 500 вот в этом боковике есть смысл рассматривать short истории по золоту short приоритет по 100 индексу получили он продолжается пока все окей пока все супер первая цель это у нас как раз отметка там 1720 вот в этой области было достаточно много лимитного спроса и поэтому прохождение этой области необходимо для того чтобы открылся путь на 1650 цель до конца года нефть иран в ближайшее время вроде как уже должны подписать эту сделку и в рынок попадет иранская нефть и таким образом для нефти это еще один дополнительный удар основной удар это замедление мирового производства соответственно спроса на нефть и пока какого-то шока здесь нет но учитывая то что пиамайки выходят все хуже и хуже и это нарастающий какой-то такой эффект то для нефти сам перспективы на до конца текущего года они не очень хорошие плюс еще вот давит ожидания по поводу сделки с ираном и у нас появится отличный short приоритет в ближайшее время когда сойдутся соточеты до этого у нас было 0100 сейчас чуть-чуть они там сошлись ближе к нейтральной области но еще не достаточно я надеюсь на то что у нас short приоритет появится как и по золоту на после значительной коррекции потому что по золоту смотрите но это существенная коррекция грубо говоря вот с 1700 до 1820 значительная коррекция к всему вот этому снижению и дальше у нас появился short приоритет прекрасная возможность для того чтобы поработать на продолжение нисходящей тенденции я рассчитываю на то что здесь проявится аналогичная картинка медь пока без изменений short приоритета по сотоиндексу не появилась это первое ну и стопик мы пока не забрали по газу просили в прошлый раз просмотреть но то я пропустил этот вопрос все ждут зиму все ждут того что европа будет сидеть холоде что будут какие-то дополнительные ограничения но судя по последним данным все идет по плану то есть они заполняют свои хранилища достаточно быстро и эффективно поэтому я не рассчитываю на то что текущая тенденция она будет продолжаться дальше сто процентов снимут стоповую ликвидность выше локальных максимума установят новый максимум за этот свежий фьючерсный контракт но дальше только нисходящая история в прошлый раз мы получили long приоритет по сотоиндексу вот у нас было расхождение 0100 и вот схождение в нейтральную область учитывая то что мы это получили задержкой на неделю грубо говоря вот здесь мы его получили после этого достаточно серьезное еще движение вниз произошло на 685 60 грубо говоря на 1 доллар еще снижение было но в целом как вариант было наращивать свою лонг позицию да то есть это быстро подкупать и лонг приоритет по сотоиндекса в принципе отработал себя очень плохо очень хорошо очень хорошо но нужно было пересидеть либо лесенкой добирать здесь пока никаких сигналов на продолжение либо на разворот тенденции нет но я считаю что вот эта вся информативная история которая развивается все новости они в ближайшее время напорится на статистику а статистика говорит о том что хранилища заполняются по плану серебро вместе золотом здесь пока ничего интересного пшеничка тоже ничего интересного фондовый индекс закрепились они выше ну то есть пятница не провалили ниже основной поддержки до основной лимитной поддержки которая была сформирована на обновлении локального максимума когда обновляется локальный максимум это всегда место где много ликвидности кто-то фиксирует свой профит кто-то только заходит в лонговые позиции кто-то открывает шарты соответственно там много ликвидности и как цена будет в дальнейшем реагировать на эти области да вот эту область будет обозначать нам будет подсказывать нам что дальше будет происходить пока сот индекс не указывает нам на short приоритет соответственно с большей вероятностью все пока двигается в пользу лонга давайте мы посмотрим соточеты по соточеты мы видим что фонды все глубже и глубже заходят в шарты они просто экстремально нарастили свою short позицию по снб рассчитывая на рецессию стагнацию на ужесточение монетарной политики еще больше посмотрим будет это происходить или нет потому что перекос у них уже грубо говоря в два раза даже больше чем в два раза хеджеры в свою очередь на нарастили в основном лонг позиции немного шортов неподотчетные трейдеры также заинтересованы сейчас в рынке да но у них позиции плюс-минус равны и в шорт и в лонг поэтому я считаю что на этой неделе есть смысл работать от лонга от вот этой области на самом деле здесь область чуть пошире об этом мы с вами уже говорили да на самом деле она вот плюс-минус вот такая поэтому было бы круто получить точку входа от уровней объема это как дополнительный для нас фактор который подтверждает намерение в лонг то есть при подходе цены к этим уровнем хотелось бы увидеть снова реализацию рыночного предложения чтобы в основном объем был сосредоточен в нижней части свечи вот плюс-минус как вот здесь на свеча в такой форме вот как вот здесь но вот ближе к уровням объема в середине вот этой области тогда я буду рассматривать среднесрочный лонг с целью как раз таки вынести фонда вынести фонды потому что шорты они набрали просто огромные и соответственно на этих шортах будет и развиваться лонговая история так по расхождением здесь ничего интересного евро против швейцарского франка продолжает расходиться по торговой идее от середины июня июля мы уже очень близко к стопу поэтому с большей вероятностью как раз цена на евро провалится ниже отметки 1 там будет ускорение и получим стоп по этой торговой идеи но в середине августа мы получили еще один сигнал на эту торговую идею поэтому там было два варианта либо расширить свой риск под эту торговую идею либо начать заново до снова начать набирать те же 250 пунктов несколько входов с тейком 350 450 не знаю как правильно это покажет рынок чаще всего я просто расширяю свой риск что и в данном случае сделал так по другим спредом здесь все стабильно о есть смысл работать на сближение мазут против нефти здесь либо мазут провалится потому что это производный по сути инструмент от нефти либо нефть поднимется корреляция между ними достаточно высокая но в рамках этого месяца они уже разошлись более чем на 12 процентов хотя в среднемесячное расхождение у нас 8 и 7 поэтому есть смысл начинать работать здесь у нас и точка спреда отличная появилась как вариант то есть использовать либо и тф фонды которые удерживают фьючерсы либо компании которые в основном занимаются этим продуктом работать на сближение но легче всего через не тф фонды либо если у вас есть cfd контракты на эти активы на эти инструменты тогда использовать cfd там более гибко можно выстроить свой риск менеджмент и золото серебро здесь также расхождение продолжается сибро прям устремилась вниз это хорошо так как золото в целом они коррелируют соответственно резкое падение серебра означает что и золото сбит с большей вероятностью будет продолжать свою нисходящую историю и отрабатывать short приоритет по сот индексу но пока на сближение здесь особого смысла нет здесь нету точки спреда после того как провалили предыдущий минимум по золоту до закрепились ниже точек спреда здесь пока не предвидится всем хорошей торговой недели до встречи в пятницу если у вас появились вопросы пишите в комментариях под этим видео задавайте в телеграме поставьте лайк если узнали для себя что-то новое полезное и интересное счастливо